И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Давно у нас не было видеороликов, поэтому, друзья, если вам нравятся видеоролики, если вам нравится то, что я делаю, да, в последнее время они выходят не совсем часто, то можете поставить палец вверх, ну и если не подписаны, то тоже подписаться. Ну а сегодня у нас довольно-таки интересная тема, сегодня хотелось бы рассказать вообще о том, как закончилась моя война превосходств, кто его не знает, возможно, по данному видеоролику и названию уже поняли, то, что для меня она уже закончилась, я безусловно рад, что я задротил уже все это дело замечательное, то я хотел бы немножечко по этому поводу сказать определенные вещи, Также сегодня хотелось бы рассказать про дисконт-викенд, который будет у нас на данных выходных, а также поговорить о том, как работает у нас механизм скидок, фондов и прочих движений, которые проявляются у нас сейчас в танках онлайн. Возможно еще рассказать про определенное вооружение, про которое я уже тысячу миллион раз и говорил, но еще, если у нас хватит времени в наших аппетитных катках и я не забуду, то я обязательно расскажу данную вещь. Давайте обо всем по порядку, начнем с дисконт-викенда, уже на этих выходных появляются у нас новые x2 фонды, также определенные какие-то скидочки, дополнительные нагибаторские оформления, повышенные золотые ящики, в общем, все как всегда, ничего сверх интересного, но хотелось бы добавить одну интересную вещь. Как работает механизм у нас скидок? Для меня это скидок и повышенных фондов. В игре в последнее время для меня это было вообще какой-то новой определенной новостью, когда мне, грубо говоря, где-то, наверное, дня 3-4 назад. Мой подписчик на стриме сказал одну вещь, что совсем скоро будут у нас скидулечки, фондулечки и все тому прочее. Я ему у него спросил, как это работает, то есть почему-то уверен, что они будут. Он говорит, что сейчас у нас в танках есть определенная вещь. Каждый месяц два ивента, которые связаны либо со скидками, ну вернее, чаще всего они связаны и со скидками, и с повышенными фондами, проходят в игре. И когда у нас, грубо говоря, подходил сейчас уже конец месяца, осталась неделя до конца августа, данный человек, если ты меня смотришь, Леня, привет, безусловно, я бы хотел бы упомянуть данного человека, сказал такую вещь, что Я думаю, что на данных выходных, то есть которые будут у нас, грубо говоря, 24 августа, будут x2 фонды и все, кто там чего не добил, то смогут на изи-каточке там понабивать звездочки, может поформить кристаллы, либо еще в гараже что-нибудь прикупить. Я сказал, блин, интересно, будет проверить вообще, как это работает и вообще удостовериться в той информации. И сегодня, зайдя в нашу замечательную игру, прочитав данный анонс уже о Discount Weekend, я могу с уверенностью сказать, что данная схема работает, и он ее заметил, как я понял, простецким своим образом, просто прочекивал, грубо говоря, пару-тройку месяцев, что происходит у нас вообще в игре, и заметил вот такую вот интересную ситуацию, можно так сказать. То, что каждый месяц у нас имеется два Discount Weekend, и поэтому, друзья, если, грубо говоря, вы через какое-то время будете набивать звезды, без фондов, без никаких, либо вам потребуется вдруг, срочно, какие-то определенные скидки, вы захочете что-то приобрести, и вот не будет ничего, не будет ни фондов, не будет ни скидок. Вы просто знаете, что каждый месяц, как минимум, два таких ивента или события происходят у нас в игре, и если, например, в середине месяца произошло только одно такое событие, то знаете, что ближе к концу данного месяца обязательно оно произойдет. Это так, чисто вам для информации, я, ну, можно сказать, какой-то определенный лайфхак хотел бы вам сегодня донести. Также хотел бы сегодня поговорить про Войну Превосходств. Для меня она, безусловно, уже закончилась. Я набил самые замечательные эти киллы, которые было набить, ну, куда тяжелее, чем звезды. Да, я могу с уверенностью сказать, что я абсолютно вообще ни капельки не потел, набивая данные киллы. Я не старался, я не бегал там по джаггернаутам, я не бегал по дмкам в надежде набить как можно больше киллов. Я просто играл быстрый бой. Вне зависимости от моего, вообще, формата боя, у меня постоянно получалось набивать большое количество киллов. В моем понимании большое количество киллов это, как минимум, 20-25 киллов за катку. Я считаю, что это за 7 минут вполне нормальные цифры, да. При том, что я играл не какие-то там дмочки, не джаггернауты, где, ну, бывает даже и то меньше у тебя получается набивать. А играл обычные быстрые бои, которые постоянно четко в тайминг можно пикать. И, грубо говоря, вы вообще не теряете время на заход в катку. Нежели, например, тот же джаггернаут, в котором можно там под чуть ли не 2 минуты ждать. То здесь все довольно-таки грамотно работает. Ну и в чем секрет моего успеха? Как я и говорил в предыдущем видеоролике, возможно, кто-то не видел, кто-то не знает. Я играл на этом же самом, любимейшем, на гибаторском сочетании, которое называется Hornet Gauss. И, как по мне, сейчас я уже не знаю, сколько раз миллионов я сказал об этом, но повторюсь еще раз. Это самое легкое, в моем понимании, сочетание, на котором можно набивать киллы в матчмейкинге. И я поймал себя на мысли, что мне в матчмейкинге не надо, грубо говоря, вообще никакое другое вооружение. Если ты можешь просто вот так вот встать на карте, да, на каждой карте можно найти такую позицию, где вы будете постоянно дамажить противника и постоянно зарабатывать большое количество киллов. А по сути, ничего вам больше и не надо. Если у вас нормальная команда, и вы постоянно уничтожаете по 2, 3, 4 танка за какие-то определенные 30 секунд, то это дает отличный буст в вашей команде, которая сможет в дальнейшем, либо, например, доставить мяч, как в данной катке. Да, я здесь не поставил ни одного, грубо, я стоял просто на позиции, разговаривал вместе с вами, рассказывал какие-то истории и набил 23 килла. 23 килла за 7-минутную катку. Что может быть проще? И, я повторюсь, набивать киллы вообще не составляет особо никакого труда. Вам всего лишь все, что нужно сделать в любой матчмейкинговой катке, это найти определенную позицию и от нее отыгрывать, набивать киллы и спокойнейшим образом набивать в конечном итоге звезды, но и в войне превосходств именно те самые киллы, которые мне нужно было наколотить, дабы получить мои аппетитные, сочные 300 танкойнов. Но, для меня, эти 300 танкойнов, это, грубо говоря, больше половины следующего боевого пропуска. Ну, я считаю, что это довольно-таки достойная тема, что, грубо, мне, даже при всех тех раскладах и недочетах, которые появились у нас сейчас в игре, то, что, как минимум, мне нужно было потратить в этом месяце 200 рублей на покупку танкойнов, сейчас же, на следующий месяц, мне ровным счетом ничего не надо тратить. То есть, грубо говоря, у меня 199 рублей на эти боевые пропуска хватило на 2 месяца. Ну, это при всех тех раскладах, то, что многие говорят, что, типа, там невыгодно бред, и я, в принципе, с этим согласен, все равно для меня получилось в какой-то степени сэкономить, потому что, ну, я не любитель, там, повкладывать деньги, я больше такой человек, который пропагандирует недонат в игре, это довольно-таки грамотная тема. Ну, а что касаемо дискот-викенда, ребяточки, что я могу сказать, если вы до сих пор не набили звезды, либо же собираетесь на этих выходных хорошо поиграть, и у вас есть большое количество времени, вы думаете, что, блин, может посидеть в танчиках, может провести время в игру лички, понабивать килочки, и аппетитно-сочно закончить данный август таким небольшим задротством, то я могу сказать, что вы сможете это сделать вместе со мной, потому что, скорее всего, я также на этих выходных, ну, это, конечно, уже еще не стопроцентная, не двестипроцентная инфа, да, но есть большая вероятность того, что на этих выходных я также буду сидеть в матчмейкинге вместе с вами на любимейшем нашем стриме, и набивать звезды, и проводить довольно-таки отлично наши любимейшие выходные, все же месяц уже, грубо говоря, скоро закончится, ну, и набить звезды мне-то уже, по сути, не надо, но какие-то определенные моменты и кайф на том самом гауссе поймать определенно еще можно. Поэтому, если вы еще не надумали набивать, не набивать звезды, есть у вас время, то я бы на вашем месте занялся бы этим данным замечательным делом, ну, а если у вас нету желания, то, безусловно, не нужно ничего набивать, вы можете просто прийти пообщаться, нагибулить вместе со мной, это так, небольшая там рекламка, анонс, то, что у нас на выходных пройдет определенный замечательный стрим. Это, пожалуй, вся информация, которую я хотел бы сегодня высказать. Последнее время видосы, понятное дело, не выходят часто, нету каких-то определенных жестких тем, про которые мне бы хотелось бы рассказывать, но вот такой вот сегодняшний вброс по тому, как я уже закончил и войну превосходств, и про ту схему, по которой сейчас у нас работают дисконт-викенды, и вообще все акции в игре, я хотел вам рассказать, надеюсь, вам понравился данный видеоролик, если так оно и есть, и вы не поставили до сих пор палец вверх, то можете его прямо-таки сейчас поставить, ну и, конечно же, если подписаны и вам нравится, можете подписаться на канал. С вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!